Валентина Мельникова. Рассказ о доброте. Называется он «Катюшка и игрушка». Все знают, что я очень добрая девочка. Но не все знают, что моя доброта не только в том, что я могу поделиться конфетой или дать поиграть моей игрушкой. — А в чем еще? — спросили мы. — Эх вы, не понимаете, что ли? Доброта — это когда ты хочешь поднять настроение, когда хочешь показать свое уважение к человеку. Интересно, как делаю это я? — Интересно! — воскликнули мы хором. — Какие вы замечательные! С вами всегда так интересно! Ну ладно, продолжу свой рассказ. — Доброта — это еще когда ты чего-то хочешь сама, но скажешь об этом так, чтобы человек думал, что и он этого хочет. — Ой, а разве это доброта? — удивились мы. — Доброта! Потому что когда человек думает, что он чего-то хочет и получает, то ему становится радостно. Значит, это доброта, а я добрая. В общем, слушайте, я очень люблю свою бабушку Валю. Я знаю, что она, когда кормит меня, всегда старается придумать игру, чтобы мне стало интересно есть. Разве это не доброта бабушки? Доброта! Я это заметила и поэтому иногда делаю так. — Бабушка, а пойдем в твою комнату? — Пойдем, — отвечает мне бабушка. — А включи мне девочку! — показываю я пальчиком на экран компьютера. Бабушка включает мне видео, в котором поет красивую песню «Красивая девочка». Мы вместе с бабушкой смотрим. Я знаю, что бабушке эта песня нравится, эта девочка нравится. Разве это не доброта — доставить бабушке удовольствие? Заодно я спою вместе с девочкой, покачаюсь на кресле в такт, увижу восхищенные глаза своей бабушки. Она восхищается умною больше, чем девочка из видео. А еще я прошу ее включить котиков. Это тоже видео. Бабушка включает. А я комментирую возгласами каждого котика каждую его позу. А коты там озорные. Какой-то котик сидит на унитазе. И тут я говорю «А-а». То есть поясняю, что котик делает «А-а». А другой котик подпрыгивает до потолка. И тут я подпрыгиваю на кресле, потому что я как будто вместе с котиком играю прямо тут, в комнате. А бабушка придерживает кресло рукой, боясь, как бы я не упала. А я это замечаю и говорю бабушке «Не бойся». Бабушка смеется. Разве это не доброта? Бабушка мне приятно делает, а я ей делаю приятно. Я люблю приглашать бабушку в ее комнату, потому что она волшебная комната. Там сразу-сразу включается моя доброта еще больше, чем всегда. Мне сразу хочется, чтобы бабушке стало приятно. А некоторые думают, что я хитрая. Пусть это будет называться хоть как. Лишь бы нам с бабушкой было хорошо обеими. А еще в комнату часто заходит мама, потому что доброта же притягивает к себе. Бабушка мне иногда говорит «Катюшечка, я тебя очень-очень люблю». И я обнимаю ее крепко-крепко. Я бабушку тоже люблю. Нам нравится друг другу делать приятное. А иногда я даю бабушке свою игрушку. Машу из мультфильма «Маша и Медведь». И говорю «На, поиграйся». И бабушка начинает играть. Она нажимает на кнопочку, и Маша начинает произносить свои смешные фразы или петь песни. И я пою вместе с Машей. Я так рада, что бабушка играет моей игрушкой. Кажется, мы все поняли. Доброта — это когда делаешь радостное другому, радуясь, что получилось, — сказали мы. — Нет, доброта — это когда ты хочешь дать свою игрушку, — тоже сказали мы. — Ой, доброта — это когда хочешь, чтоб с тобой было хорошо, — снова сказали мы. А я, Катя, одобрила каждую мысль, закивав головой и сказав «Ага». А еще и почти заплясав от радости, что всем стало интересно думать. И что нас заинтересованы стала целая дружная команда. И я дала всем по своей игрушке поиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok